ничего не остается дорогие дамы и господа как просто записать для истории так что я успел сделать на это давайте зайдем на мою статистику этот месяц будет больше чем 20 процентов и вообще не знаю как они считают сами видите если сложить это число это число это число то не получится это число можете проверить но сам я вижу что не получится это будет примерно 0 или плюс и сегодня я еще заработал сегодня сентябрь будет еще выше значит по портфелю я сижу в компании свн спн свн у меня компания которая вчера была выше моих средних показателей и я в ней хорошо торгую то есть я продолжаю мне делать сделки в своем допустим сегодня сделал пять сделок в плюс на я торгую и если мы посмотрим если мы посмотрим среднее у меня такая там всего 200 долларов и в принципе я иногда снижаю эту среднюю до сегодняшнего открытия но тут же закрываю по спн по спн эти сделки в которых я два месяца вешу не без помощи компании и таро и таро и таро так сказать очень тяжело мне выйти я делаю сделку сегодня хочу забрать плюс 20 процентов мне не дают торги продолжается это уже почти два месяца и службу поддержки клиентов я уже написал как видите сколько значит сообщение теперь мне менеджер бывший угрожает вот для истории они все это сотруд я так подозреваю решается вопрос о закрытии мне счета то есть я просто для истории вот пожалуйста тексты можно все прочитать то есть есть проблемы я их немножко троллю почему потому что я лишь спрашивал почему не торгуются этот спн почему он не торгуется каждый день думал вопрос технический я пишу брокеру они обращают внимание открывать я ж не знал что они это нарочно делают и просто они это закрывают специально чтоб никто не торговал то есть я не мог этого знать я верю в чистых брокеров они в кухонных каких-то там извините меня засранцев то есть да ты я пишу ему ребята вас там инструмент не торгуются я думаю что я им помог а выясняется что я слил их преступную деятельность что они специально это делают не открывают ну все после того как я разобрался то есть я просто уже сказал хорошо подождите инкры открывайте его просто иногда вот открыли мне его хотя бы сегодня когда я мог там его купить грубо говоря 02 продать но это в этом 03 купить 04 продать об сделал это два раза уже посредний бы вышел уже сам извинился перед своими копировщиками сказал что ребята но мне инструмент не дают 2 торговать месяца мне надо его покинуть и все и я им пишу дайте мне список инструментов которые торгуются всегда напротив этого инструмента сделайте пометку торгуются не всегда что значит он висит у вас в общей сетке но он у вас на месяц торгуются это же бред реальный бред вы его не даете торговать человек не знает у вас там он десять минут открыт он его купит а потом он его месяц бегает за вами чтобы пытаться вас через платформу продать когда он говорит переведите мне его на интерактив брокер с моей позиции естественно ему ничего не переводят его посылают сейчас мне угрожают принудительно закрыть счет делает это менеджер их вячеслав этот загальский которого я причем сменил мне пришло что сообщение что все мне его поменяли какой-то мальчишка просто не знаю мне пишет он принудительно закрою значит мои позиции которые я бы закрыл со временем в плюс и мне вернет мои деньги почему я думаю что мой счет просто вышел в плюс и и что он плюсует и они видят что если я могу сделать 20 процентов в месяц то им такой клиент не нужен копировщик хотя все я уже принял решение дальше деньги не заводить с очень маленьким капиталом просто хотел сделать там свои 500 сделок в плюс 1000 сделок в плюс как и обещал и закрыть теперь они говорят принудительно закроем деньги вам вернем то есть вот такое отношение клиентам это при том что у меня с ними партнерская программа я через меня туда регистрировались пользователь которых они потом в принципе успешно обокрали что еще хочется сказать да первый вопрос по спн который не торгуется до полностью считаю раскрыть второе хочу просто записать на память что у меня здесь был 18 процентов больше 200 долларов и что вот все эти сделки что все эти сделки они закрыты в плюс и просто посмотреть суммарно на их статистику на этих сделок сейчас мы все это глянем то есть сами сделки тут а если их собрать в кучку то видно как они закрывались через статистику на память сделаем это интереснее вот у нас история вот мы делаем в кучку тут 60 сделок в плюс подряд тут 52 плюс подряд тут 166 такой с хорошей статистика и суммарно 286 сделок 98 процентов статистика то есть просто я переживаю что не дадут мне до 300 довести уже молчат вообще ничего поддержка не отвечает я уже их сегодня их англоязычную службу обращался и писал чтобы они в security обратились уже что такое я в чехии адвокации юрист они мне угрожают у них же европейской лицензии то есть это что за нонсенс человек мы принудительно закроем ваши позиции то есть украдем у вас деньги я тут бог и тора просто вам все закроем счет вас закроем деньги вас вернем это что вообще за такие угрозы я все равно в суд хожу на работу почему мне не написать там еще какое-то от себя заявление и его привлечь то есть я из чехии к ним подключался подсудность сделать пражскую и просто инициировать иска объяснял пусть мне с какого-то это фига какой-то клоун мне значит принудительный счет закрывает что это вообще за бред то есть вывод какой пришел на кухонка контора то есть не всегда копировщик вот у меня сделки закрытый плюс копировщика закрывает минус то есть с точки зрения копировать опасно с точки зрения копировать опасно могут просто вас закрыть минус а копировщик от от кого вы копируете у него будет все плюс у него все будет хорошо потом что огромные спреды спреды огромный 5-10 процентов доходят то есть комиссии нет но спреды таковы что только такие великие мастера как я наверное могут торговать с такими спридами еще получать какую-то прибыль значит да более того я по своей стратегии принципе прибыли не добирал собрал ну 20-30 процентов возможной прибыли все резал и далее резал все очень сильно именно после того как зарезали моего копировщика с целью просто обезопасить других копировщиков пока у них все ровненько чтобы они нафиг вышли значит из этих позиций все им честно рассказал после этого начались проблемы что я не имел оказывается право спрашивать каждый день почему не торгуется этот тикер то есть я-то думал вопрос технический а выяснилось что они это делают специально а я оказывается дурак то этого не понял что они это специально делают то есть вот такой вот формат у нас с ними общение вышел потом с копировщиком бесполезная до человека человек не пущая стоит откройте меня обратно мои сделки ничего не закрывал кого я копирую ничего не закрывала просто его послали тысяч так ему просто послали и послали его до далеко после того как менеджером не сменили управы на этого менеджера нет он мне угрожает он там царь и бог пишу служба поддержки не отвечая служба поддержки не работает вот пост допустим ни когда закрыта биржа я пишу, мне отвечают через 5 дней. Зачем мне через 5 дней отвечать, что этот тикер не торговался. Я так знаю, что он не торговался. Менеджера просил сменить. Пока просто не стал там умолять. Говорю, оградите меня от этого беса. То есть, мне его не сменили. Сменили, но от беса меня от этого все равно не оградили. Теперь говорят, что я наношу какой-то им урон. Может быть, вот этот имиджевый, что я о них говорю правду, но это мое мнение личное. Я просто говорю факты. А. По одному тикеру биржа всегда закрыта. Б. Копировщика закрыли в минус. Да, его еще и закрыли в тот день, когда биржа закрыта, не работала. То есть, мне торговать нельзя. Биржа закрыта, ему работает. То есть, мне выйти из этих позиций, про которые так долго говорят большевики, что это просадка. Мне нельзя. И еще кто-то смеет над мной хихикать. Если я 3 дня за 2 месяца, мог быть подключенным суммарно по времени, к этим торгам. И то, я их в плюс закрою. Но теперь, когда они понимают, что я все закрою в плюс, зачем вам клиенту, у которого 300 сделок в плюс? Я и вам и объяснил, и доказываю, что никому не нужен клиент, который закрывает все сделки в плюс, который не закрывает вообще сделок в минус. Поэтому теперь они мне угрожают принудительным закрытием счета, и возвратом денег. Потому что никто не собирается никакие прибыли в таких конторах никому отдавать. Если вы сливала со стажем и сливаете, вам все двери открыты. Особенно там, где комиссии побольше, чтобы вы слили побыстрее. Если вы закрываете все сделки в плюс, такой трейдер никому не нужен. Все, сразу, до свидоса. Особенно вот с таких вот контор. Ну и будет этому доказательство. Посмотрим, смогу ли я там сделать 500 сделок. Дадут мне там ли сделок тысячу сделать, да. Или мне просто закроют принудительный счет из-за вот этой вот статистики, которую многие как бы не понимают, почему человек сидит и может делать все сделки в плюс. И ему вот эти вот мнимые просадки нафиг не нужны. В смысле, они вообще меня никак не заводят. Потому что я же не закрываю сделки в минус. Мне какая разница. У меня можно отобрать как? Просто либо закрыть инструмент, либо закрыть биржу, либо там, не знаю, с листинга инструмент снять, не дать к нему доступа к торговому. А если он отторговывается, он хоть в 10 раз пусть падает, я его отторгую и закрою в плюс. И это настолько элементарно и очевидно. Если кто-то этого не понимает, он просто трейдинга долет. Вот вам результат. Все сделки в плюс. Хоть как к этому относитесь. Их 300 в плюс. И все будут закрыты в плюс. И будут их 500 и 1000. Но, скорее всего, что Этера этого не даст сделать. Потому что просто методы кухни она пропагандирует. И они уже подстрелят статистику и думают, надо парня этого побыстрее с нашей консоли убирать. И они понимают, что если бы они мне давали торговать этот инструмент, а все говорят, о, там, плохому танцору. Что плохому танцору? Что плохому танцору? Если я купил 0304, нажимаю, не продается. То есть все. И я вынужден, все говорят, там у нее что-то какие-то у него там сделки мелкие, там они там у него мельтешат. Ну, во-первых, они иногда дают и по 10% это. Когда здесь высвечивается 20-30%, нажимаешь, сразу появляется биржа закрыта. Все просто закрывается. Поэтому я стараюсь, если биржа открыта, хоть что-то забирать. Хоть что-то забирать, потому что она может потом следующие полдня быть закрыта. Если я вижу прибыль, я ее забираю. И так происходит 2 месяца. Потому что никто не знает их расписание торгов. Никто не знает, будет ли она торговаться сегодня или нет. Из этого ну, недоборы. Ну и в принципе, да, куда еще больше. То есть больше 5% в месяц получается. Больше 5%. Начни я брать больше, я потом месяца не продержался на этой платформе. А так вот задержался, чтобы сделать хоть какую-то статистику. Вот такой вот обзорчик я на память сделал. Ну и сижу, жду. То сладостное мгновение, когда счет мне на этом это уже закроют. Всего доброго. Спасибо за внимание.